Девчонки, всем привет! У меня в инстаграме попросили снять домашний влог, показать покупки, подарки на день рождения. У меня 24 сентября был день рождения, который я отметила в Европе, в Вене и Будапеште. Я не снимала влог, я хотела отдохнуть и забыть о камере. Чуть-чуть сториз снимала, поэтому подпишитесь в инстаграм, там есть циферка 35, это не моя цифра, то есть она моя по паспорту, но по ощущениям не моя. Сегодня я вам покажу свои подарки, и покажу сегодня мы с Демидом ходили по магазинам, я кое-что ему покупала, потому что, знаете, как мама, понимают, дети иногда просто в момент берут и так оп, и вырастают. Вот у меня так произошло с Демидом. Обычно девочки свои парфюмы не показывают, и о них не рассказывают, потому что в какой-то мере это тайна, но я не могу вам не показать, потому что аромат реально шикарен, и если он у вас будет, и вам будет нравиться, я буду только рада. Это Александрия вторая, это унисекс, то есть для мужчин и для женщин, он безумен, он просто безумен. И мне нравится, видите, да, какая презентация, то есть он в коробке, то есть коробка, открываешь, тут еще коробка, и оно так все смотрится очень-очень презентабельно. Так что если на подарок, то это вообще мега шикарный подарок, просто мега шикарный, для девушки особенно. Парфюм этот можно приобрести в бутике парфюмерном Жан. Это Xerjov, забыла вам сказать, ну тут в принципе уже написано, вы поняли, но я тут потихоньку стараюсь уже учить английский, уже каждый раз возвращаясь в Европу или вообще откуда-либо, не зная языка, думаю, что вот, блин. Еще один аромат, тоже недавний подарок, это не на день рождения, это просто подарок, но решила вам показать, безумно нравится. Очень такой приятный, я в Инстаграм показывала, спрашивала у вас, многие говорили, что это один из любимых ароматов. Тоже очень красивая презентация, такая туфелька, и у меня мама увидела, говорит, а когда аромат закончится, ты мне можешь отдать туфельку? Зачем? Она говорит, потому что просто красиво. Это тоже не подарок на день рождения, просто подарок, а я вам решила показать, потому что, девчонки, у меня была мини-версия, и в дорогу вообще супер удобно, но я хочу вам показать этот бренд, почему? Потому что потрясающий аромат. Пена, пена для ванн, для душа, просто потрясающая. Ее надо совсем чуть-чуть, но от нее безумный аромат, парфюмом пользоваться, в принципе, не надо. А если вы на ночь искупались и ложитесь в постель, вы так пахнете, потом еще и постель пахнет. Краб, в мини-версии у меня скраба не было, поэтому попробую. И масло очень густое, а я люблю густые масла. Это говорит о хорошем качестве. Вы, в принципе, мне писали, говорили, что это очень хороший бренд, поэтому я решила показать. Если вдруг кто-то подбирает себе парфюмерию, то обратите внимание на эту фирму. Может быть, вам тоже понравится, потому что я проверила, реально потрясающе. Красивый аромат, как мама. Следом хочу вам показать вот такие вот ботинки. Золотые. Такие они крутые, вот правда. Насколько я люблю более такие лаконичные вещи, но это мега круто. Они потрясающие. Я, конечно, больше люблю, как вы видите, в белом золоте или в серебре, но я не смогла пройти мимо них. Луки буду создавать и вам показывать, так что подписывайтесь в Инстаграм. Я еще не распаковала вещи, только вернулась, и это один тоже из подарков чемодан. Еще один подарок, это сумка. Это Майкл Корс, и это первая моя сумка этого бренда. Мне она очень понравилась, у меня был выбор. Тут можно потеряться. И сложно было выбрать сумку на самом деле, но я взяла оптимальную, которая мне действительно нужна. Но тут их очень много разных. Сидайте в магазин и выбрать все, что хочется. Вот я ее выбрала. Я спрашивала в Инстаграме, девчонок, заклепками брать? Была точно такая же, только заклепками. И вот стеганая. Я выбрала стеганую, она более такая спокойная для меня. Девочки, нужен совет. Вот это? Сейчас. Маленький такой, да? Или вот это? Какая лучше? И она под все подходит. Вот у меня есть спортивный костюм, кстати. Вам очень он понравился. Он такой даже не спортивный, он такой кэжуал спортивный. Это от кабанчиков белого цвета. Вот этот спортивный костюм. Я о нем вам говорила в предыдущем видео. В логе, где отмечаем день рождения Демида. Я в нем. Он очень теплый, мягкий. Это кабанчиком. Вот. Я, кстати, в нем гуляла по Вене. Он такой красивый-красивый. Такой белый. Ну, классный. Мне очень нравится. Вот еще один из подарков, можно так сказать. В Вене. Я выбрала пальто в Эйчей Деме. Это 36 размер. Стоил он 99 евро. Верхний слой 53% шерсть, 40% полистер и 4 акрила. Три другие волокна. Подкладка 56 полистер и 44 вискоза. Но, в принципе, 53% шерсти очень, мне кажется, хороший вариант. Но оно действительно очень теплое, потому что, когда я прилетела, в Киеве был дождь и холодная такая погода, я его накинула на себя. Вот у меня браслетик, сегодня подаренный подругой Анечкой моей. И я, знаете, только с астрологом общалась. Она говорит, чтобы развивать свою Венеру, надо носить такие побрякушки, как вот звенящие. А у меня все браслеты, вот как вы видите, да, гермес, то есть они не звенят. А вот тут вот чуть-чуть звенит. Поэтому я так была рада вообще. Ну, симпатичный такой браслетик. Это не все подарки, но то, что было сейчас в комнате, я вам быстренько показала, потому что знаю, что просили. А если есть запрос, то надо выполнить. И сейчас покажу то, что мы с Демидом сегодня купили. Итак, девочки, у кого мальчики, будет полезная информация. Сразу начну с белья. Может быть, потом, чтобы вы не смотрели уже про детскую одежду, перемотаете чуть-чуть. Смотрите, сейчас скидки идут, причем очень неплохие. В магазине, как говорится, колготок. Интернет-магазин колготок нет. Вот, Джулия. Там довольно приятные цены. Прям очень приятные цены. Как на белье, так и на колготки. Я, в принципе, малой покупаю в Кальцедоне и вот в Джулии. Она быстро рвет, поэтому мне легче купить Джулию. Они чуть дешевле. И мы зашли за носками, и я увидела белье по приятным ценам. Они со скидками были. И вот был мой размер. То, что было в моем размере, я взяла. Цвет такой странный чуть-чуть. Но мне кажется, что белье должно быть разных оттенков. Поэтому вам просто, как, знаете, на заметку, если будете проходить мимо этого магазина, можете заскочить и глянуть, может быть, что-то в вашем размере. Потому что цены тут очень приятные. Значит, трусики стоили 200 гривен со скидкой. Так, 340. И лиф, он, кстати, очень хорошо сидит. 360. Стоил почти 700. И вот тоже я обычно убираю отсюда вот эти подкладочки. Обращайте внимание, когда бретелька плотная и широкая, очень хорошо и удобно носить такое белье. Думаю, те, у кого грудь тяжелая, они понимают и знают, о чем я говорю. У меня грудь не тяжелая, но в любом случае я оценила. Широкие и такие плотные бретельки. 490 купила за 200. То есть вообще красота. И, кстати, есть у них акции. Вы покупаете две вещи, третий идет в подарок. То есть это тоже очень приятно. Так, что мы еще купили со скидкой? Со скидкой я купила Диме вот такие вот туфельки. Почему? У него есть классические какие-то вещи, но понятно, что он ребенок и носит нечасто такое. Поэтому я люблю, когда малой одет в спортивном или в кэжул. Но в классике тоже. Это под кэжул тоже подойдет. Я купила чуть-чуть больше размера. У него 29. Ну, 28-29. Я взяла 30 на весну. Цена, смотрите, какая приятная. Это в Вайкике. В Заре купила шапку демисезонную за 249 гривен. Вот. Серого цвета. Тут ниточки надо пообрезать. Кстати, в Заре в последнее время качество вообще не очень. Вот. Купила под эту куртку. Есть у него еще рыжая. И еще одну более плотную такую шапку, более спортивную. Купила в... За 150 в... Боже, как это магазин называется? Глория Джинс. Вот. И вот увидел, кричит, я хочу и все. Прошлось брать. Кстати, с ним ходить по магазинам очень тяжело в последнее время. Стоили они 100 гривен. Зашли мы в Вайчайдем в поисках куртки. Везде или пуховики, или просто жилетки. Мне нужна куртка, потому что малой бегает в садике. И, ну, жилетки не совсем, наверное. Я хотела какую-то такую ветровку, то ли не ветровку. В общем, что-то такое на сейчас. Чтобы был сентябрь-октябрь, ему не было жарко. Я нашла вот такую вот за 430 гривен. Вот. Она, в принципе, такая легенькая. Но под свитерок, под футболки будет хорошо. И здесь есть внутренний карман. Не знаю, насколько это надо ребенку. 5 лет. Но в любом случае нам учу поиспользуется. А капюшон отстегивается. Вот. Дальше перехожу к ботинкам. Опять же, есть обувь, которая идет на выход. Есть, которая повседневная. Вот на пастниках есть такой магазинчик, где можно купить детскую обувь по нормальным ценам. Но при этом она ортопедическая. Тут стелька ортопедическая. Но у Демида есть еще дополнительная стелька, тоже ортопедическая. Я беру обувь на размер больше и туда просто вставляю. Вот такие вот ботинки, чтобы бегал в детский сад. И такие ботинки тоже для детского сада уже зимние. Они на меху. Вот. Такие ботинки-сапоги. Более классические. Но опять же, обувь, которая ортопедическая, она слегка, ну, такая, знаете, не очень модная, не очень стильная. Но главное, чтобы ребенку было удобно. У меня есть интернет, такой маленький магазинчик в Инстаграме. Он называется «Как у меня». Я внизу оставляю ссылочку на свой Инстаграм-магазинчик. Вот такие вот ботинки у меня. Я там напишу, какие размеры есть. Есть такие черные, есть чисто белые, есть белые с черным задником. Вот. Напишу размеры внизу под видео. И цена каждого 700 гривен. Это не кожа, но они на меху. То есть, они теплые. Вот. Поэтому, если вдруг вам надо, то добро пожаловать. Девчонки, я чуть-чуть бью эти темы, таких рекомендаций. Я уже в Инстаграм показывала. Вот эта вот вещь мне очень понравилась. Это для Рош-Позе. Такая сыворотка. У меня закончилось 30 мл. У меня есть еще пробнички. Есть еще дорожная версия 10 мл. В пробничках вообще там буквально на пару раз. Вообще, типа на раз, но мне хватает на три раза. Вот. Очень классная штука. Если, например, вы пользовались, я раньше рекомендовала, и, в принципе, мне тоже очень нравится, Виши Минерал 89. Но когда заканчивается одна баночка, желательно вторую не покупать. Ну, я об этом тоже всегда говорила. Почему? Потому что кожа привыкает. Можете купить вот это вот средство, потом, например, вернуться к своему какому-то любимому. И время времени их менять. То же самое могу сказать и о умывалочке. У меня мицеллярная вода Ultra Hot от Garnier. Тут она у меня с васильковой водой, но до этого была с маслами. Вот с маслами мне нравилось больше, чем с васильковой водой. Ну, я отлично, конечно, закончила и это. Вот она у меня сейчас закончилась. Я не покупаю опять Garnier, потому что я не хочу, чтобы кожа привыкала. А у нашей кожи есть такая особенность. Она привыкает. И когда вы покупаете, например, это же средство, которым всегда пользуюсь, которое вам нравилось, а потом оп, и результат не тот, и вы не можете понять, подделка или что. Что происходит, почему кожа реагирует по-другому. Вот поэтому идет привыкание, поэтому желательно менять. Поэтому вот у меня Garnier закончился, и я пришла к Nivea. У меня две Nivea. Одна для стойкого макияжа, и вторая для базового макияжа. В принципе, и та, и та хорошо удаляет макияж. И что мне нравится, например, Garnier, у нее остается такой, знаете, как налет, вот ощущение, как какой-то пленки на лице. Мне, в принципе, это нравится, но девочкам очень многим нет. Вот после Nivea никакой пленки не остается, ощущение чистоты, свежести. И мне сразу же хочется нанести крем. То есть она не требует смывания, умывания. То есть использовали ее, то есть смыли макияж с помощью нее ватных дисков, и как бы все. Заметила хороший такой момент, продуманный момент. Это, смотрите, срезанный такой колпачок. Я сначала не поняла, думаю, зачем. Для красоты. Когда вы прикладываете сюда ватный диск, как-то так очень удобно. Вот деталь, да? Но я прям оценила. Пошли. Вот эта кусочка и шапка, которую я девке купила. Она чуть-чуть вилегоматая, потому что не было такого размера, но я и не хотела брать другой. Пошли. А, а, нажимай на это. А, а, нажимай на это. Мама сначала заходит, а потом Демка. Мы не тебе захочем. Все, теперь нажимай на 20. Мы сейчас с Демкой приехали, забрала его с тазика, приехали в модельное агентство. Сейчас мы футбол, просто футбол и модельное агентство мы в одно время. Сейчас он заканчивает модельное агентство и опять продолжаем ходить на футбол. Я попозже вам расскажу про модельное агентство, когда он закончится и впечатление уже о детской группе. Потому что это тоже модельное агентство, которое заканчивала Доминика. Они занимаются час, и я в это время читаю книги. Ну, или пишу посты. И сейчас в книжном клубе, у нас, кстати, в себе есть своё книжный клуб, я взяла у девочки книгу «Дети с небес» Джона Грея. Вот она. Чик, чик. Тут куча разрушу пода привела. Да, только что за один еще раз в матери не позирует. Ой, вот это было бы, вот было классно, когда ты так сделала ногу, типа, да, такая попа, типа, оперлась, да. Чик, аккуратно в голову. Вот это очень круто. Просто со вкусом и классно. Да, сейчас. Так, теперь давай, Зайка, давай, да, ты можешь отходить, а ты ближе сюда. Чик, да, и попробуй тут что-то как-то, да, как бы тебе хотелось. Ну, мне сегодня так было. А ты, значит, нет, ты тогда, значит, новую не задираешь, что-то более простое. Вот даже, как ты сейчас вот так стоишь, просто, да, но с разными ногами. Чик, оно очень-очень классно и органично получается. Молодец. Так, дальше. У меня еще ехать в зал. Пойдешь со мной. Ну, почему бы нет. Ты уже снимаешь? Да. Класс. Я, очки, хочу вам показать лестницу, купила для дома. Вот такую вот. О, это я. О, сейчас покажу. Что-то она маленькая. Нет, ой. Машину я сейчас раздолбаю. Да, тихо тебе. Я для большого дома, и вообще, когда ты живешь в частном доме, мне кажется, лестница нужна. Мне кажется, она слишком маленькая. Нет, это... Ты не поняла. Это не для того, чтобы под потолок залезть. Это когда тебе надо достать в шкафу что-то. Или, знаете, наверху я... Ой, игровой, господи. Я уже устала. Как это называется? Наверху в гардеробной, то есть что-то подоставать. И тут 4 ступеньки. Это довольно высоко, Ник, правда. Я там в эпицентре лазила уже по лестницам. Вот. И мне порекомендовали именно эту, потому что вот здесь вот, оказывается, я хотела другую, по красоте выбирала. А мне говорят, берите эту, потому что вот здесь вот перекладинки металлические. От этого она будет дольше служить. А там другие были, там, ну, как бы, нету металлической. И, говорит, ну, как бы, долго не прослужит. Это первое. Второе. А я думала, это первое. А вот вторая лестница. А это подарок. Видите, ты даже запакован. Это подарок от подписчицы. В инстаграме она мне написала, говорит, Тань, все тебе дарят подарки, я тоже хочу. У меня был день рождения, и бренды, разные магазинчики, ну, всякие презентики мне присылали. И она говорит, я тоже хочу. Я говорю, мне неудобно. Вот. Она говорит, ну, я же хочу. То есть я понимаю, что человек хочет от души. Я не стала отказывать. И вот написала отделение новой почты, и она мне прислала. Я вам дома сейчас покажу, что же там. Мама разрывает. Ну, это как дети. Они же ждут подарков. Ух ты. Так. Надеюсь, там есть лида? Ниха, ты как всегда. Ух ты, открыточка. Семь рожденья. Так, витамин С. Ого, это мамочки наши. Ну, то есть, как бы, мне и маме, потому что мама обожает сажать цветы. Спасибо большое. Круто, реально. Кофейные чашечки. Ммм, я такое люблю, знаешь. Спасибо. Так, тут у нас... Витамин С. Витамин С я пью, кстати. Хальций. Класс, вот это да, спасибо. Кофейные чашечки мы пьем с мамой кофе. Какая ты внимательная. Ага, кофе пусть бодрит и согревает. Витаминки для крепкого здоровья. Кофейные. Кофейный сервиз для хорошей компании. Цветочки пусть мама Оля весной посадит, и они вас будут радовать своей красотой и ароматом. Люблю. Спасибо, спасибо. Так, я это все сохраню. Я все подарки, все открытки, я все сохраняю. Вот. Опа. Кофеек. И чашечки. Круто, миленько. Спасибо большое за подарок. Боже, как приятно, девочки. Спасибо. Говорят, нельзя, чтобы скрипела дверь. Скрипит. Я уже мечтаю, когда дверь будет... Нормальная. Нормальная, человечная, красивая. Кстати, кто занимается дверьми входными, может подскажете, потому что я хочу слегка не обычную, а в такой стилистике в моей, в моем понимании классной двери. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал. Дальше будет и так классно. Спасибо. Просто спасибо. Спасибо.